Ксения Собчак Ксюха, она не парится Понимаешь, тут у меня все Стильная штучка Ксения Собчак Понимаешь, все готовлюсь к тебе Все готовишься ко мне Ты просто готовишься ко мне А все, что было до этого, это лишь Так, наброски Наброски И как-то у Вертинского там было Боже мой, какие-то фамилии Знаешь, намбутов, не надо косить Под интеллигентного человека, как у Вертинского Нет, косишь под интеллигентного человека ты Как было у Круга, как было у Михаила Круга Вот твой, понимаешь, диапазон знаний Как было у Вайенги В песне с первого альбома Дело в том, что точно в Вайенге и Круга Ты знакома значительно лучше, чем я Нет, нет, не надо Давайте, у нас сегодня серьезный на самом деле разговор Политический, Ксения Анатольевна И мы устали обсуждать уже айфоны И решили поговорить, вот у нас было несколько вариантов Выходные оказались не очень богаты На большие события, кроме спортивных Но, тем не менее, один момент привлек наше внимание Мы очень аккуратно будем в обсуждении этой темы Интересно послушать ваше мнение Потому что, да Пока без платформ, если можно Давайте, давайте Значит, я сразу напомню 731 наш телефон-студию Плюс 7903-7976-333 Номер для смс-сообщений Все-таки, ну, никак никуда не уйти От российско-украинских дел Тем более, что, ну, вроде бы как-то По чуть-чуть ситуация Ну, чуть-чуть, как бы, сдвинулась Наши стали отводить войска Возможно, как-то повлияет на санкции И так далее И мы начнем как-то договариваться Но параллельно Вы, наверное, об этом знаете Следственный комитет России Возбудил уголовное дело В отношении Ранее судимого за кражу и хулиганство Это не имеет никакого значения Гражданин России Романа Железнова Который его подозревает В участии в боевых действиях В качестве наемника В составе батальона АЗОВ На территории Донбасса Батальон АЗОВ Это один из На частные деньги Насколько я помню Сформированных батальонов Которые воюют на стороне Соответственно, украинской Украины Да, правильно так сейчас называть, да? Да И на стороне правительства Все-таки я считаю, что все это Украина Так или иначе Значит, дело возбуждено по части 3 Статьи 359 Уголовного кодекса Участие наемника в вооруженном конфликте При военных действиях Эта статья не новая Она давно существует По российскому законодательству Наемникам признается лицо Действующее в целях получения Материального заграждения То есть, ну, за деньги Не являющееся гражданином государства Участвующего в вооруженном конфликте Или военных действиях То есть, воюющего на территории Сопредельной страны Любой другой страны Вот, собственно, у нас Ксюша сегодня Возник такой внутри спор Ну, если мы Следственный комитет расследует дело В отношении участника конфликта С одной стороны То, как мы знаем Огромное количество наших соотечественников За идею Кто-то наверняка за деньги Думаю, что основная часть И за то, и за другое Бывших военных отставников Действующих военных О чем даже В чем даже призналась Миноборона Которые якобы туда ездят В свои отпуска воевать Хотя мы понимаем Что здесь возможны варианты Воюет и с другой стороны На стороне ДНР и ЛНР Но по российскому законодательству Так как, насколько я понимаю Ксюша, да Наше государство является нейтральным В этом конфликте Даже пыталось, так сказать Выступить миротворно Мы все понимаем Ну, официальная позиция, да То тогда судимые По законодательству нашей страны Должны быть и те, и другие Или, во всяком случае Дела в отношении них Должны быть расследованы Одинаково Следственным комитетом Я так? Ну, наверное Но мне кажется, что так как В принципе Это все профанация С самого начала И понятно, что Никакого нейтралитета у России нет То, собственно И требовать от них Каких-то одинаковых решений По судам Бессмысленно Потому что это все Какая-то сплошная бессмысленница То есть, условно Разбираться в сортах вранья Невозможно Понятно, что наша страна По политическим причинам И вот это, кстати Тоже можно обсудить Правомерно ли это вранье Или неправомерно Оправдывает ли это Вранье то, что происходит Или нет Агрессивную внешнюю политику России Да, совершенно очевидно Что Россия воюет На стороне Украины Очевидно И по многим расследованиям В частности Там проведенном Телеканалом РБК Например, очень качественным По поводу Да, я знаю Да, ты читал, конечно Я читал И свидетельства очевидцев И военные Которые то там Потеряются на каких-то территориях То едут в отпуск И так далее Понятно, что Тогибнут десятками На ученике Вооруженные формирования Российские на территории Украины Сейчас присутствуют В том или ином количестве Понятно, что это не массовое Или присутствовали Присутствовали, да Что это не какая-то Полномасштабная Военная агрессия Но какие-то Можно сказать так В рамках спецоперации Формирования военной Там присутствуют Вопрос, что признать этого Россия не может По причине того, что Таким образом Ну, она признает Некий Уже военный конфликт С Украиной Что приведет К серьезнейшим Международным последствиям Нет, это значит Что Россия воюет с Украиной А принципиально Другой статус Это другой, да Международный статус Признать мы этого не можем Не воевать мы не можем Тоже по причине того, что Ну, нашему руководству Кажется, что именно Таким образом Мы можем Спасти Крым Отвлечь внимание От Крыма И, собственно Вот Создавая некий Другой очаг напряжения В Новороссии Так называемой Мы будем Отвлекать внимание От Крыма В связи с этой ситуацией Мы не можем Признать Вот такую Очевидную вещь С военным присутствием Далее Происходит Следующий шаг Не признавая это Мы должны Порицать И как бы Вот на общей такой Пропаганде Которая происходит Каждый день В наших СМИ Выставлять Украину Значит Империи зла С наемниками И так далее Дальше СК Вот делает это Политическое Прежде всего Заявление Связанное С тем Что нужно судить Этих наемников Но естественно Не о каких Судах Не этих наемников Еще раз Наемников на стороне Украины Ты все верно Ты разложила Мы примерно представляем Как бы догадываемся Как есть на самом деле Что касается Присутствия наших войск Странно было бы Предлагаться Имея так сказать Такую опыт И там Кучу подготовленных Подразделений Огромное количество Внимаемых денег И прямые интересы В Украине Мы бы там Не присутствовали Заходили туда В большом количестве Регулярные части Нашей армии Или нет Мы не знаем До конца Есть ощущение Что один раз Только в конце августа Если честно Когда резко изменилось Когда уже все Заканчивалось И потом за одну ночь Там или за два дня Удалось отбросить Украинскую армию Но все таки Это регулярная армия Профессиональная Какая-никакая Она не самая Боеспособная Вооруженная Это мы знаем Но ее за два дня Уже окружившие Донецк и Луганск Выбили чуть ли не До Мариуполя И они уже Стали готовить Оборонительные Три эшелона Обороны Вокруг Мариуполя Понятно что там Зашли Шарахнули Вы вышли тут же Все таки Большую группировку Долго утаивать невозможно То что Там полным-полно Штучных всяких Спецлюдей Которые обучают Помогают Налаживают И так далее Это понятно Но сейчас мы видим Что ситуация изменилась Во-первых Закрыли границы И добровольцам Нашим Которые туда шли По собственному желанию За деньги Или по желанию За то и за другое И даже Ватники невозможно Пронести Извини меня Туда сейчас Через Российскую Ну видимо что-то изменилось Там на больших Даговах Там наверху И сразу все Войска отвели Границу закрыли И как бы Пускай там варятся Дело не в этом Еще раз говорю Присутствие наших войск А дело в чем? А я говорю Про вещи Которые признают Абсолютно все Даже Министерство обороны Когда появились Уже невозможно было Скрывать этих солдатиков Наших Там во-первых Появились трупы Во-вторых Появились Там люди Которых там Целую нашу разведроту Поймали Выяснилось Эти заблудились Эти Тоже нужно судить Я не говорю Что их надо судить Я говорю Что если Следственный комитет Возбуждает дело Или там проверку В отношении Участников конфликта С одной стороны То тогда надо Хотя бы Проверить И участников С другой стороны И в том что Доказать Например Что раз уж У нас Госдума Оперативно Насколько я помню Приняла изменения Как раз В эту 359 статью Именно введя Разграничение Что если За бабки воюешь То наемник А если за идею То доброволец Ты понимаешь Это оперативно Было сделано Но при этом Тогда надо В каждом конкретном Случай По каждому Из тысяч Наших соотечественников Которые там Мы не знаем Чем они там занимались За благое дело Они в конце концов Убивали других людей Маратюры Там не случайно В ДРНР В ЛНР Расстрел Твой вопрос Почему такие же меры Не принимаются В отношении людей Которые воюют На стороне ополченцев Ну абсолютно Мы не знаем Добровольцы ли они Или наемники И то и другое Чтобы Следственный комитет Установил Являются ли они Добровольцами Или наемники Нет ну раз уж Мы правовое государство Мы считаем Разве правовое государство Мы декларируем Что мы правовое Хотя бы декларативно Провести расследование Мне кажется Что это вообще Настолько все шито Белыми нитками Что условно Никто не парится На эту тему Вот у меня есть такое ощущение Нет ну как Представляешь себе Вот у меня есть Что условно Так глубоко Никто не копал Ну это потрясающе Вот у меня есть желание Пострелить Отстань от мальчика Пусть в углу себе сидит Знаешь как в том Ксюша Подожди секунду Это вопрос Есть хотя бы формальные процедуры Депутатские запросы В том числе В Следственный комитет Я схожу Я понимаю Что у нас полнейшая профанация Мы живем по понятиям Но делаем вид Что живем по законам Но если мы делаем Давайте делать Главное Что все одобряют Пускай Следственный комитет Скажет Все кто воевал За идею Мне это не Вот ради бога Но задача факта Остается фактом То есть ты хочешь просто Чтобы был соблюден Какой-то политез условно Но если мы вовне Декларируем сейчас Что мы правовое Мы даже так лениво Это декларируем Что особо Это никого не убеждает То есть условно Даже люди Даже вот те 80 или 70 Я уже устала следить Процентов людей Которые поддерживают Собственно Россию В этих операциях Поддерживают Идею Новороссии И историю спасения Нашего русскоязычного населения Два принципиально разных момента Я тебе кстати вот здесь Вот возможно ДНР и ЛНР С учетом того Что действительно Основная Украина Давала поводы И там много было Грязи И неправильных решений И дискриминационных решений И националистических Никто этого не отрицает Безусловно Что мы Если мы рассматриваем ДНР и ЛНР В качестве Это их отдельное дело Кстати многое И что случится Я не понимаю К чему ты Очень просто По там многочисленным Всяким соцопросам Войну за независимость ДНР и ЛНР Поддерживают там Огромное количество Людей 80% А вот например Вопрос вливания Этих областей В состав России Помощь В восстановлении Огромные ассигнования И так далее Поддерживает Значительно меньше людей Я к тому что К тому что у нас Все таки в сознании У наших соотечественников У общества Разделяется Война за независимость И присоединение В России Абсолютно верно С этой точки зрения Участие наших соотечественников Там В качестве Я могу сейчас взять Мне захотелось пострелять Поехать на восток Украины Взять автомат Кого-то замочить Пострелять Это же тебе не сафари Ты тоже как скажешь Но Так там знаешь Сколько жертв В том числе Среди наших ребят Кто не подготовлен Туда поехал За идею Потому что Насмотрелся телевизора Они в первом бою И ложились там под градами А ты как хочешь Разговор не об этом Мое ощущение Что никакой войны За независимость Там не было бы Если бы не было Русских Вливаний Здесь с тобой Военнослужащих Понимаешь И вся ситуация Связанная И с Мариуполем И с Одессой И с прочими областями Которые тоже планировалось Как-то привлечь Ко всей этой Значит движухе Показывают Что собственно Нету такого там Движения И нету Вот того О чем нам Рассказывают Каждый день По всем федеральным каналам То есть собственно План-то весь В том числе Сорвался потому И отступление Это сейчас происходит Потому что Ну собственно Искусственно Этот бульон Варить такое количество Время невозможно Да там есть люди Которые поддерживают Эти идеи Но их очень мало И они Сами по себе Без вот этой Постоянной провокации И нагнетания С нашей стороны Этого всего не было Если ты вспомнишь Как начинались Эти события все Ты увидишь Что Ты вспомни Ты изначально Очень тяжело Раскручивалась Эта история Я могу так сказать И условно Там где не было Нашего там Влияния и контроля Ничего не получалось И с Одессой Не получилось Ксюш ты абсолютно права Просто в Одессе При том что Уж в Одессе Более такого Пророссийского Населения Сложно придумать Понимаешь Чем там Сейчас Там ситуация Очень сильно поменялась Нет именно Не поменялась Я была вот там Уже после всех этих событий Я тебе могу сказать Там конечно Большинство населения Настроено Ну скажем так Пророссийски Но при том чтобы Бороться за независимость Отделяться И воевать с Украиной Внутри своей страны Никто не собирается Не хочет Вообще нет этих настроений Нет этой темы Я с тобой согласен Тема есть только там Где внедряется намеренно Эта провокация Понимаешь Да И быстрый сценарий А-ля Крым На востоке Украины Не получится Да он мне кажется И не планировался Вопрос в том Что не было никаких планов Быстрого сценария Был сценарий Что условно Это такой Знаешь Абсолютно Понятный ход Что есть Крым И Крым Не отдадим Уже ни при каких Обстоятельствах Понятно что Нарушены все Международные договоренности Поэтому чтобы сохранить Крым Надо устроить заварушку Где-то в другом месте Давайте теперь Переключим внимание Ну то есть Условно это Все ты права Мы это все знаем Тут ситуация Более-менее понятная Я еще раз возглавлю Тут очень много Домыслов Допущений Какая-то информация Проходит мимо нас Просто мы ее Мы и не владеем Я основываюсь На фактах Следственный комитет Дело в отношении Одного из наших соотечественников Который воевал Стрелял Убивал Они не заводят Такие же дела По поводу наших Людей Которые Неважно чем они Закончатся Вопрос Вопрос Ну потому что Они даже не парятся На эту тему Почему? Потому Почему не заводится Огромное количество Антикоррупционных Каких-то расследований В отношении Огромного количества Чиновников Почему не сидит Сердюков до сих пор Да Вот я всегда Сдаю эти вопросы Вот ровно из этой Истории Потому что Собственно Никто даже особо Не парится На тему того Чтобы хотя бы Соблюсти Некий формат А вот ты знаешь Кстати говоря Был там православный корпус Это называлось Или как-то так Вот история Там несколько десятков Человек собрались Оперативно И поехали в Сирию Воевать Наших спецов Военных Ну бывших Было дело Ну проф Профы Реальные профы Там была хитрая С темой их вербовки У них было Было определенное задание Там Они туда приехали Повоевали Там реально Все описывают Есть интервью С этим Несколько больших материалов Они вернулись Их спеленали За наемничество Несмотря на то Что они воевали На стране Асада То есть нашего пацана Там нашего ставленника Их чуть ли не Их спеленали В самолете прямо Там два борта Пришло Прямо во внучке Или где-то там В Шереметьево Именно по этому поводу Под белые руки И до свидания Ну давай узнаем Что думают По этому поводу Наши радиослушатели Сразу после Небольшого Перерыва Оставайтесь с нами По серебряным дождям Я напоминаю 731 наш телефон Плюс 7903 7976333 Номер для ваших СМС сообщений Мы сегодня обсуждаем Историю Что следственный комитет Возбудил Первое уголовное дело В отношении нашего соотечественника Который воевал Гражданин России Воевал на стороне Батальона Азов Украинской армии И мы сегодня решили Вот с Сеней Анатольевым Даже не дискутируем А спрашиваем у вас Прежде всего Как вы считаете Вот аналогичные Во всяком случае Расследования О наемчестве Должны ли проводить В адрес тех Кто воюет И на другой стороне Этого конфликта И тоже убивает людей Нету ли каких-то Таких двойных стандартов Потому что это все-таки Единственное расследование Связано с той стороной А не с ополчением И вот смотри Что пишут Ребят Почему вы поддерживаете Запад Вопросы Украины Почему не говорите Насколько близка Восточная Украина И Россия Почему не говорите Что украинцы Сколонизировали Север-Западной Сибири Все что вы говорите Абсолютно верно Тут много Моментов Включается И Восточная Украина И Россия Безусловно близки Ну и Центральная Украина Которая воюет Сейчас с той стороны Тоже нам близка Там тоже русские Тоже православные Причем из московского Патриархата И так далее И так далее Здесь вообще один народ Воюет друг с другом Вот в чем ужас Мы сегодня И мы не поддерживаем Запад Это почему Это вообще не имеет Отношения к поддержке Запада Это да Мы живем в правовом Государстве И Ксюша абсолютно права Почему не сидит Министр обороны Почему мы эти вопросы Почему они там Те, се, пятые, десятые Кстати Достаточно большое количество Слушателей пишет о том Что если Военные Идут воевать За другую армию Находясь в отпуске То это тоже Это уголовное Преступление И поэтому Министерство обороны Не подумав Ляпнуло это И быстро Эту историю свернуло Потому что им сказал Что не имеет права Военнослужащие На службе Нет, ну слушай Мы уже тоже не понимаем Я тебе говорю Главный враг Вот этой всей Такой Чекистской КГБистской Истории Которая привыкла Жить тихо По своим законам И подковерными Какими-то своими Спецоперациями Существовать Это интернет И открытые Соцсети Вот я думаю Что это главные Враги Той системы Которые Которые Вот у нас Привыкли Таким образом Решать вопрос Потому что Невозможно В современном мире Скрыть Трупы Невозможно Скрыть Погибших Невозможно Скрыть Вот все Все эти спецоперации Потому что Все равно Какая-то Сестра Какого-то Человека Который Там воюет Напишет У себя На сайте В одноклассниках Что с ним Что-то случилось Так вот У тебя будет Сестра А у меня Найдется брат Какого-нибудь Одноклассника Который там же В интернете Напишет Ровно Обратное Так нет Пожалуйста И в этом Как раз Проблема Нет он жив Мы с ним Вместе сидим Нет Это не он убил А он сам Подорвался И так далее Вопрос сейчас Главный вопрос В интернет Медиа И вот В современном Вот этом Интернет Мире Кредита Доверия К источнику Реноме И репутации Источника Здесь интернет Очень сложно К сожалению Тягаться С Этими самыми С Государственными Средствами Это да Но найти Людей Которые Которые являются очевидцами Той или иной истории Скрыть Просто Вот сам факт Того Что Там Пропадают люди Нету этих могил Снимают Написи С этих могил Это не возможно Что скрыть Почти всем Заткнули рот Кто сбил самолет Мы так не узнали В Сирии Полторы тысячи человек Погибли После химической атаки Так и не узнали Кто использовал Химическое оружие Потому что Уже прекрасно Ответственные В государстве В нашем Люди За информационную политику Уже научились Как бы Весь этот супчик Делать жидким Это правда Ты понимаешь Быстренько провалились На болотной В двенадцатом году Понимаешь И быстро научились Использовать себя Во благо Конечно Компрометировать там Людей Контр доказательств Там Спамить И прочее Здесь масса вариантов Это кибервойне Вот это как называется Гибридная война Новая Когда фактически Средства массовой информации Приравниваются Как оружие К реально Существующим вооружениям И иногда даже Куда более эффективно Иногда Я же думаю В принципе Куда более эффективно Что сейчас Общественное мнение Является очень важным фактором То или иной И те Более того И второй момент Который Мне был удивительным Это факт Что даже имея доступ К большому количеству информации Очень маленький процент населения Этим доступом пользуется Я даже по своему окружению Смотрю даже по В общем Среднему классу Московскому И питерскому Очень немногие из них Реально детально Пытаются разобраться В ситуации Смотрят разные там Всякие сайты Украинские Наши Американские Это требует Время Это работа Это требует Каких-то интеллектуальных усилий Никому это не надо Люди привыкли Поверхно составлять Свои суждения Им не нужно Никуда углубляться И собственно На этом они Успокаиваются Это правда Хорошо Так что В общем Поэтому мы имеем То что имеем Тем не менее Есть факты Есть официально признанные Признанные Участия наших Военнослужащих Регулярных войск Добровольцев Воюющих на стране На одной сторон конфликта Эти люди убивали Эти люди воевали Не знаю Пожалуйста Чем не повод Для следственного комитета Для проверки Давайте будем тогда честны Проверять и тех и других А для чего тебе Вот это нужно Например Потому что Это Потому что Государство Должно жить По закону Пока Виктор ищет ответы Внутри своей же головы На эти вопросы Давай послушаем 730 111 Доброе утро А почему снимает только Собчак Я не маю Верните ко мне Доброе утро Алло Алло Доброе утро Здравствуйте Прошу вас Вот Своё мнение По всей дискуссии Хочу высказать Моё мнение таковое Что Какое бы право Не было бы рассмотрено Государство Прежде всего Действует В своих интересах В интересах государства И если такие интересы государства То нам остаётся Только Поддерживать эти интересы А почему вы считаете Что интересы государства В данном случае Заключаются Именно В Вот этих Военных действиях И Возбуждении Соответственно Уголовных дел Против Наёмников Именно со стороны Украины В чём здесь Государственный интерес Ну В данной ситуации Как я понимаю Получается так Что Страна украинской власти Это Страна врагов Вот И поэтому Всё делается Для того Но они враги Почему Почему они враги Почему они враги Ну Наверное Значит Государство считает Так Но я как бы Придерживаюсь С точки зрения Того Что всё-таки Это наша страна И я Движаюсь Своему государству Потому что Я В нём живу Подождите У вас есть Чёткое Внутри себя Объяснение Почему Украинская Власть Вот с той стороны Как вы сказали Это враги Ну Объяснение моё Таковое Единственное Что я могу сказать Что Всё что творится На Украине Я неоднократно Бывал на Украине То есть Допустим Приезжаю в Винницкую Область И приезжаю в Челябинскую Область Я не испытывал Никакой разницы Это наши же люди То есть Наша страна К нам никогда Они относились Там агрессивно А то что происходит Сейчас Когда звонит Моим родственникам Родной брат Живел В Франковске Говорит Если ты приедешь сюда Я тебя застрелю Ты мне враг Родной брат К которому 50 лет Но я должен сказать Пропаганда Которая сделана В первую очередь Против нас И всё Как действует Украинская власть И всё против нас И это наша Пропаганда Началась Не на пустом месте Понимаете Когда уже Происходит Такая накалённая ситуация Естественно Уровень агрессии И с той И с другой стороны Начинает Повышаться Это же очевидное Следствие А не причина Почему вдруг Украина Стала врагом Правильно И с этой стороны Обратная пропаганда идёт И у нас то же самое Наши ребята Говорят В адрес своих братьев На Украине Если ты приедешь сюда Мы тебя побьём Потому что Ты жидобандеровец Там фашист И так далее Здесь же это тоже В полный рост цветёт С нашей Ну вам могу сказать Как вот Бывший военный Это раз А второе Что у меня очень много Родственников На западной Украине Я просто не понимаю Этих людей Я их врагами не считаю Давайте так Давайте мы Я могу с вами согласиться Только в одном Что возможно Украина Сейчас арена Противоборства Там России И Соединённых Штатов Которые пытаются Сохранить влияние Вот тут вот В центре Европы Безусловно Большая политическая игра есть Но мы обсуждаем Юридические Доказанные факты Всё-таки У нас есть закон Который Одинаков Для всех граждан Нашей страны Следственный комитет Прокуратура Неважно Кто этим будет заниматься Они Представители закона Почему Одним можно Нарушать закон А другим нельзя Вот объясните мне Эту простую вещь Ну к сожалению Такие простые вещи Происходят Как и у нас Так и в Америке Как в любой другой стране Я мне напоминаю Что происходит в Америке Тем более вы там не живёте И вот там эта ситуация Невозможна в принципе Поверьте Я думаю Ксюша меня поддержит Ну да Ну вот я вот В противовес могу сказать Вот допустим Прямая Ситуация Саудовской Аравии Что Американские чиновники Говорят Что Они Помогали Поддерживали террористов Вот этого вот Исламского государства Вот Но в тот же момент Все поддерживают сообщения Когда В подобных случаях С тем же самым Ираком После таких сообщений Его начали бомбить Аравов никто бомбить Не собирает Я считаю Это внешняя политика Имеет двойные и тройные стандарты Мы говорим про то Что происходит на территории Соединённых Штатов Там ситуация невозможна Страна живёт по закону Не потому что мы к ней Хорошо относимся Или плохо Потом Почему ещё раз Мы всё-таки живём В правовом государстве Все об этом говорят Главный закон Конституция Закон един для всех Потому что сейчас мы В отношении наших ребят Кто на Украине Будем избирательно подходить Потом мы избирательно подходим В отношении чиновников Сердюкова не сажаем А вот этого мальчика Бутылку водки украл Сажаем Это тоже избирательное Применение закона И так далее Таких случаев миллион Вам не кажется Что это основная проблема? Мне кажется Основная проблема не в этом Основная проблема Сейчас находится Сильно в конфликте Между нашим народом Хорошо Как вы думаете Из-за чего произошёл этот конфликт? Ну конфликт Из-за чего? Из-за чего он начался? Это полностью раздут Соединённые Штаты Моё мнение Вот давно сложившийся Понятно То есть не Россия раздула Этот конфликт Внутри Украины А Соединённые Штаты А для чего нам это нужно? Для нас это была Определённая буферная зона Которая Как бы настроена На нашу сторону И ориентацию имеют На Россию А сейчас мы её теряем То есть Может быть Вот как можно Вот в этой проблеме Что мы её теряем Чужое государство Соседней Буферной зоной Может быть Просто украинцы Не хотят быть Чьей-то буферной зоной Особенно России Может быть Они хотят И имеют право На самоопределение Так и есть Давай прервёмся На несколько минут Оставайтесь с нами Под серебряным дождем Подряд буду С вашего позволения Времени мало Читать Ваши сообщения Вот даже так Наверное Это не тот Что есть династия Дурова Ну понятно Здесь как всегда С той стороны Куча оскорблений Живу Давай пока Ты наслаждаешься Этим потоком Послушаем Всё-таки Наши звоночки Доброе утро Добрый день Здравствуйте Я вот Не могу Никак понять Почему вы На одну Как бы Ставите Плоскость Ополченцев И Украинскую Армию После Одессы После Вот этих Расстрелов Невинных Людей Детей После Изнасилований Неужели Или вы Как США Или Евросоюз Закрываете глаза То есть Вы ведь Русские люди Может быть Не этнические Я тоже Не этнический русский Но вы же Россияне Это же Аморально Товарищи Аморально И Мы услышали Вашу позицию Как вы вообще Людям-то в глаза Смотрите После этого Я уже Услышала Все что вы говорите Понимаешь Звоните нам Зрители телеканала НТВ Подождите Вы позвонили Чтобы высказаться Или чтобы услышать ответ Как вы будете жить В этой стране Непонятно Хорошо Вы готовы Выслушать ответ Нет Не готовы Конечно Зачем Я предлагаю С этим все ясно Это довольно популярная Будет точка зрения Она основана на эмоции Но при этом Есть волшебное сообщение Это по поводу СМИ Как оружие Слушатель нам написал Живу в Сургуте Родом из Ровно Украины В сентябре В сентябре вернулся Из отпуска В Ровно Согласны Внимание Чтобы осудили Одного Киселева И при этом Согласны простить Десантников Виталина Вот кстати Саша пишет Замечательное сообщение И наемник Человек воюющий за бабло Наши воевали за идею Докажите обратное Сажайте Это волонтеры Саша Это как раз Об этом наша программа Об этом идет речь Мы же не говорим Да Что условно Если это люди Действительно докажут Что они добровольцы Пожалуйста Для меня сомнительная история Что все там воевали За идею бесплатно Просто вопрос Вы предъявляете претензии К россиянину Воевавшему На стороне батальона Азов Проведите расследование В отношении тысяч Наших соотечественников Которые воевали Там на другой стороне И условно Если вы докажете А зная наша СК Вы докажете Что они добровольцы Здесь хотя бы важен сам факт Там все будет отлично Просто чтобы Хотя бы формально Мы действительно соблюдаем законы Потом Вы не забывайте пожалуйста Что сейчас многие ребята вернутся И туда Реально люди ехали За идеей воевать Многие совершенно не военные Не отставники там Это люди Которые приедут оттуда С тяжелыми психологическими травмами Потому что попасть один раз под град Или поучаствовать в реальном бою Даже полчаса Это тяжелейшее психологическое испытание На всю жизнь И эти люди окажутся Будут жить На наших улицах А мы по всей видимости С ДНР и ЛНР Уже слились И они начнут задавать вопросы Об этом многие говорят А что это такое Мы там воевали Понимаешь Кровь проливали свою А вы тут кинули товарищей Своих по оружию И это потом Кстати говоря Серьезный Серьезный Такой запал протеста Которого я уверен Побаиваются Наши правоохранительные Это правда Ну собственно Давай еще один звонок Может быть это будет не монолог Да Доброе утро Доброе утро Да Доброе утро Слушай Я во многом с вами согласен Я украинский журналист По происхождению Хотя сейчас в Москве работаю Да Слушай Но все дело в том Что вот то что вы говорите Насчет пропаганды Что вот сейчас Якобы на пустом месте Нет Ксюшенька Я в четвертом году Во время Первого Майдана Был в Украине И работал там Вы понимаете Там очень сильно Работают наши коллеги Мощные журналисты Савик Шустер Знакомый вам Женя Киселев И так далее Савик Да Абсолютно То такая же пропаганда Как и у нас Ничем не отличная Слушай То что делает Соловьев Это смешно Понимаете Это смешно То что делает Савик Он делает профессионально Но он очень не любит Россию Он начал не любит Россию Как только начались эти события Все-таки И я считаю Что абсолютно одинаково Что наш Дмитрий Киселев Что тот Савик Шустер Абсолютно одного уровня Пропагандистские программы Ты не согласен? Полностью Ну вот хоть Не удалось А мы не спорили Нет, ну почему вот женщина позвонила? Ну что? Просто Прюночь, да Погранила Плюночь Прюночь